Тестировщик В таком случае я могу все-таки назвать два конкретных числа. На нашем проекте работают 4 человека на проекте «Газ и Глория», а на все остальные ваши вопросы ответом послушают универсальное число 42. Поскольку количество тестировщиков очень сильно зависит от разных факторов, в частности от сложности игры, вы в любом случае не должны паниковать. Один вы будете, либо же вас будет много, и что же вам тогда вообще делать? Коротко поговорим о том, что же делает тестировщик вообще в проекте на релизе. То есть, первое, он пытается понять все эти неведомые вещи, которые происходят с пользователями, которые уже играют в вашу игру. Зачастую это достаточно загадочные и труднообъяснимые вещи, которые требуют повторения. Второе, он пытается постигнуть неведомые чудеса, которые происходят в вещах, которые только готовятся к релизу. То есть, это фичи, которые находятся в разработке, вы пытаетесь найти в них что-то и сломать. Третье, я называю это ловли рыбы в мутной воде ночью в скафандре. То есть, вы постоянно пытаетесь найти ошибки в старом функционале таким образом, что если вы сделали что-то новое, никак очевидным образом не связанное с тем, что у вас уже было, оно все еще может сломать что-то из ваших старых вещей, и это довольно грустно. И отдельным четвертым пунктом, он идет ниже в самом углу, и сиротливо там ближался. Это холидей, то есть, это внутриигровые ивенты, которые вы должны будете делать для людей, если ваша игра уже в релизе, чтобы развлекать их таким или иным способом. В любом проекте есть немало места с серией «Ну, а это то, с чего вдруг сломалось». Мобильный ММО уж тем более. Количество различных сущностей, окон, взаимосвязей между всем и балансом очень высоко. С течением времени привыкаешь к проекту и начинаешь понимать, что и когда может пойти не так в таске, которую смотришь. Однако, разумеется, все равно иногда встречаются неожиданные моменты из серии, что-то пропустили или забыли, потому что мы тоже люди и периодически слишком не улавливаем всю вероятность. Итак, у нас есть для вас пара сочных примеров того, как мы облажались. Я знаю, все люди любят слушать, как другие влажают. Например, при переносе базы промокодов, ну, как вам известно, промокод – это ты вводишь там «дай мне приз», и вам дается приз. Мы потеряли проверку на умляуты. Для тех, кто не знает, умляуты – это изменение звучания буквы стандартные, то есть оно обозначается как всякие точечки, галочки, палочки над обычными буквами. И таким образом, поскольку для русских это явление не очень типично, хотя у нас есть такие буквы, это буква «ё» и краткая, то наши европейские игроки смогли многократно вводить один и тот же промокод и получать за это подарки. И второй такой случай – у нас есть фича, в которой есть довольно сильный отряд ботов, который не пробит с первой и даже второй и третьей попытки, и мы умудрились поставить туда самопополняющихся ботов, не рассчитав, что игроки не смогут их убить. И таким образом они пополнились просто до какого-то космического количества и просто шоттерили всё то, что туда залезет. Ну и теперь, в общем-то, как же нам всё-таки понять, хватает вас или нет? С нашей точки зрения, если вы успеваете проверить всё то, что приходит от игроков, всё то, что вам нужно проверить в новых фичах, при этом вы ещё успеваете проверить все те внутриигровые ивенты, а также вы должны успевать в свободном поиске искать всё то, что вы пропустили, потому что невозможно такого, что вы ничего не пропустили, там в любом случае что-то будет, тогда вас довольно, ну, вас хватает. То есть это хорошо можно отслеживать по, если у вас удобно настроен рабочий процесс, то есть по вашим таскам, то есть, например, у нас это доска задач. Ну и другой, наиболее очевидный способ понять, что вас не хватает, если вы сидите на работе в 9 вечера, в воскресенье, а у вас всё ещё много задач, то очевидно, что вам нужен напарник. Итак, будем отталкиваться от того, что когда вы всё-таки придёте, если вы всё-таки вдруг решите пойти работать тестировщиком в игровую компанию, вы можете прийти и на старый проект, который уже есть в сторах, и там будут другие люди, которые смогут вам объяснить и рассказать вообще, как дальше жить. Таким образом, ваше знакомство с проектом пройдёт безболезненно относительно, и вам будет достаточно комфортно влиться в следу. Либо вы можете прийти, но никого там не обнаружить, то есть по некоторым причинам тестировщиков на этом проекте ещё нет, ну, примерно никого. То есть команда может быть маленькая, по каким там причинам нет тестировщиков, неизвестно, возможно, не сбежали, возможно, вам тоже стоит. И вам тогда придётся как-то приспосабливаться к этому. И теперь давайте поговорим о том, что же вам всё-таки делать, если вы остались совершенно один. Если всё-таки не сбежали. Работа тестировщика охватывает одновременно все стадии проекта. Условно её можно разделить на три части. Первое – это прошлое. Воспроизведение пропущенных и ранее незамеченных багов. С пропущенными как бы всё понятно. Что-то происходит с продом, ты это воспроизводишь, ставишь баг. Ну или не воспроизводишь и плачешь. Плачешь. Нахождение ранее незамеченных обычно выглядит примерно так. Ты что-то своё смотришь, замечаешь нечто такое, чего быть точно не должно, и взрываешь свой мозг в попытках понять, а что же… Ну, как вы видите, у нас уже что-то сломалось. Мы постараемся, возможно, у меня тоже получится. Раз, раз. Ну, по крайней мере, нам это починили. Спасибо. Как пример можно рассмотреть вот этот нотик с нулём. На тот момент я совсем недавно пришла в проект и помню нам отдельно сказали, что нотика с нулём нигде ни в каких ситуациях быть вообще не должно. Ну, чтобы в это выяснить, как он, собственно, появился, мне пришлось потратить не один час времени, и его воспроизведение ещё и оказалось слегка наркоманское. Один из моментов, когда говорят воспроизвести что-то из серии неуловимых плавающих багов, с полным печальным настроем отправляешься искать, пытаешься зацепиться хоть за что-нибудь, когда ты до этого вообще этот баг даже не видела ни разу. И когда это всё-таки происходит, баг появляется, вот вроде бы радость, но дальше предстоит самое интересное – это повторение бага. И вот ты сидишь с мыслями о количестве проделанных перед багом действий, даже уже есть какие-то возможные пути, но с каждой попыткой обнаруживается ещё больше или. В голове роется огромный ворох мыслей и возможных предпосылок. Судорожно печатаешь их свои предположения в черновик, и сгрызаешь все свои пальцы и пробуешь, пробуешь, пробуешь. А попутно честно случайно обнаруживается ещё какой-то баг, и теперь надо найти его. Это уже становится каким-то вызовом. В итоге, напечатав так с А4 лист предположений и мыслей, наконец-то получается один раз, второй, третий. И на самом деле это просто чудесное чувство – суметь всё-таки взять и расписать конкретно по пунктам и оформить таску. Настоящее. Так как проект в бою, как уже говорилось, это у нас нескончаемые холидеи. То есть на слайде видно, как часто они у нас происходят. Ну, каждый цвет – это вот холидеи. То есть в среднем они происходят где-то три раза в месяц. В дни холидеев зачастую ничем другим, более серьёзным, более-менее, заняться не получается. Потому что тасок хоть и немного, несложные, но их много. И ты помнишь состояние каждой, всё держишь в голове, сверяешь, пересверяешь. Всё-таки хотелось бы отдельно рассказать о веселье холидея. Как это вообще происходит? Казалось бы, залили какие-то мелочи. То есть есть ряд тасок, которые типичны от холидея к холидея. Но что-то заливают. Ты собираешь, проверяешь, рёпаешь или закрываешь таску. Попутно залили что-то ещё. Собираешь, проверяешь это. Обнаруживается что-то совсем странное. Идёшь спрашивать человека в личку. Он переотправляет тебя к другому человеку в личку. Тот тоже не особо в курсе. Ты во всём этом разбираешься. Наконец-то всё, с этим разобрались, закончили, закрыли. Собираешь что-то ещё. Смотришь что-то другое. Смотришь в разных билдах, в разных разрешениях. Просматриваешь все тексты на новых языках. Все новые тексты на всех языках. И вот уже скоро время заливки. Ты только-только поставил собираться релизную сборку, которая может занимать полчаса, а то и больше. При этом надеясь, что то, что тебе осталось допроверять, оно в порядке. Ну, конечно же, это не так. И ты убиваешь сборку и ставишь её заново. Потом тоскливо смотришь влоги этой сборки, переживая, что она может не успеть вовремя. Когда она наконец-то собралась, наступает время, ты жахаешь её на прот. И с замиранием сердца ждёшь, когда же сервера поднимутся. Потому что всё равно боишься, что что-то не успел или забыл. Это вообще к чему? Берегите тестировщиков и старайтесь не делать всё в последний момент. Иногда это бывает просто крайне болезненно. И сейчас, на самом деле, у нас не так часто происходит, чтобы прям совсем в последний момент всё делали. Но от слова holiday глаз всё же дёргается иногда. То есть смиритесь, вы как бы будете жить с чувством тем, что вы что-то постоянно забыли. Вы всегда будете с этим жить. Да. Будущее. Это, разумеется, новые фичи и правки какие-то технические, либо исправление рабочих инструментов. Ну, оно мне, наверное, нравится просто потому, что на абсолютно новую фичу практически невозможно, не может получиться так, что ты не поставишь ни одной баги. А поставить баги – это интересно. Это не все любят. Правда, бывает, тестировщики любят всё очень усложнять. То есть, в серии ты поставил какой-то хитро выгнутый баг, он стабильно повторяется, ты радуешься, а потом программист тебе говорит, что там пару пунктов вообще из него выкинуть можно было, и они вообще ни на что не влияют. Итак, в любом случае, в какую бы ситуацию не попали один вас или много вас, вам нужно как можно быстрее узнать проект, причем узнать его с двух сторон. То, как работает и сделана игра на самом деле, и то, как она должна работать в голове гейн-дизайнера. Зачастую это два совершенно разных мира, потому что, особенно если игра старая, очень сложно свести к одному, а человеческая память, увы, несовершенна, поэтому расхождения могут быть довольно значительными, и люди начинают думать, что одна и та же вещь работает по-разному. Теперь поговорим о полезных вам качествах, которые могут вам пригодиться, если вы решили занырнуть в эту бездну. Ну, это не все, конечно, но, с моей точки зрения, довольно важные. То есть, первое – это красноречие. То есть, если вы сыч и не любите людей, то вам придется их, ну, хотя бы не полюбить, но с ними разговаривать, потому что вам постоянно придется сводить два этих мира, то есть мир программистов и мир гейн-дизайнеров в один, и постоянно приходится общаться как с теми, так и с другими. Второй пункт – это толстошкурость. Было бы хорошо, конечно, если вы будете обладать спокойствием, но я таких людей, к сожалению, пока еще не встречала, поэтому быть достаточно спокойным и уравновешенным человеком – это, несомненно, плюс, поскольку, если ваша игра уже выпущена, и в нее играют, о, боже мой, живые люди, а живые люди, как известно, они практически всегда и всем недовольны. Иногда они недовольны, в общем-то, из-за вас, потому что вы что-то пропустили на тестах. И, естественно, они будут издевать на вас гигантский поток негатива, с которым вам придется как-то смириться, поэтому помним про спокойствие Будды и продолжаем работать дальше. И также будет вам в плюс хорошая память, потому что вещей, которые нужно помнить, довольно велико, особенно, если проект сложный, проект большой. И документации, возможно, ну, поскольку люди не любят вести ее, и не всегда бывает, и помнить, и знать – это очень полезно. Теперь поговорим про полезные вещи. Ну, это не все вещи, естественно, но одни из них. Первое – это актуальная документация. То есть, пока проект пишется… То есть, вот, я хочу рассказать сейчас про нашу ошибку, не повторяйте наших ошибок. Мы правили фичи, но не правили ТЗ. Либо мы создавали новое ТЗ на одну и ту же фичу, поэтому количество ТЗ на одну вещь у нас могло доходить до четырех. Заставляйте править гейн-дизайнеров. То есть, если что-то меняется, если что-то исправляется, заставляйте править это сразу. Потому что потом, через год, вы можете сделать что-то новое. У вас палка, которая висела весь год на стене, отлично прямо висела и не падала, она просто стрельнет вам в колено, и никто не будет знать, как это должно быть. Точнее, никто не будет помнить. Вам придется изобретать что-то новое. И поскольку игра ваша будет расти и развиваться, я надеюсь, то со временем у вас появится все больше и больше проблемных мест, которые будут постоянно ломаться, постоянно падать, постоянно там будут какие-то баги и проблемы. Вам будет казаться, что она проклята. Но поэтому вам нужно запоминать все такие места, обязательно их записывать и обязательно их проверять постоянно. То есть, кстати, из примеров расхождения. Мы очень долгое время, точнее, наши гейн-дизайнеры считали, что нас не акклитуют, а у и атаки, но на самом деле они плитовали, и мы обнаружили это буквально спустя два года. Многим может казаться, что работа тестировщика в геймдеве это тупо сидеть и играть в игрушки целыми днями. Но, разумеется, это совсем не так. Недостаточно просто сидеть и играть. Нужно думать, выяснять, разбираться, искать. На самом деле, несмотря на периодическую сильную боль, я очень люблю свою работу. Она бывает монотонна, но при этом этот постоянный поиск нового, поиск воспроизведения совершенно непонятной ерунды. Творческие порывы, челлендж и драйв от всего этого. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было не сильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень надеемся, что у вас нет никаких вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну все, тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Спасибо за доклад. У меня, конечно, много вопросов, но я задам один. А вот вы говорите про то, что нужно обязательно пинать, скажем так, геймдизайнеров по поводу того, чтобы они актуализировали документацию. А вы сами не пробовали это делать? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, периодически мы это тоже делаем, но лучше, когда все-таки кто-то один правит. Ну, в частности, тот человек, который родил эту фичу. Как минимум, чтобы у него в голове тоже осталось, что он это поправил и что это на самом деле работает вот так? АПЛОДИСМЕНТЫ То есть мы свою документацию, конечно, мы тоже создаем. Не, ну я, конечно же, не только про свою. Понятно, что свою тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, ну, не про тестовую, а про проектную. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, если человек пишет какую-то фичу, ну, в общем-то, пусть он лучше и вносит туда изменения. Ну, это чисто с нашей точки зрения. АПЛОДИСМЕНТЫ А если не вносит? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы можете поговорить с ним, актуализировать это, а потом просто потратить время на то, что вы ее зафиксировать. Ну да, но сейчас мы, как бы, уже заставляем. Тогда, когда мы только начинали, мы просто не думали об этом. но мы такие – а-а-а! И, в общем-то, все. Ну, вот теперь у нас просто уже нет такой ситуации, что нам самим надо править. Мы теперь просто заставляем это делать других людей.